Эй, ты! Это ты, Луис? Да, я. А что, у тебя ко мне дело? Говорят, что ты слишком много болтаешь о том, о чем бы следовало молчать. Некоторым людям это очень не нравится. Что? Знаешь, если кому-то что-то не нравится, то это их личные проблемы. А я буду говорить, что хочу. Я вижу, ты не понял то, о чем я тебе сказал. Да, и как же ты их будешь решать? Просто сейчас перережу тебе глотку, чтобы ты заткнулся раз и навсегда. Что? Ты это серьезно? О боже, да ты с ума сошел. Стража, помогите кто-нибудь, меня хотят убить. Ты сам напросился! Стой, трус! Ну подожди, сукин сын! Стой, трус! Бажайте! Продолжение следует... С этим уже ничего не поделось. У меня собственное мнение на этот счет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Он мертв. Проще простого. ДимаTorzok Про проблему с Луисом можно забыть. Ты позаботился о том, чтобы он больше не раскрывал свою пасть? Парень теперь нем, как рыба. Что же, неплохо. Ты делаешь успехи. А это, как сам понимаешь, всегда поощряется. Так что вот, держи. Тут твоя доля за твои хлопоты. Ты говорил про еще одно поручение. Да, и оно достаточно срочное. Нам как можно скорее нужно решить эту проблему, пока проблемы не возникли у нас. А в чем, собственно, дело? Ты знаешь человека по имени Лемар? Он расставщик в портовом квартале Хориниса. Да, я его знаю. А что у тебя за дела с ним? Это тебя не касается. Единственное, что тебе следует знать, так это то, что в свое время Лемар оказал нам одну очень неоценимую услугу. Его помощь существенно облегчила нам жизнь в городе, хотя и плата за его услуги была достаточно высока. Думаю, он с самого начала догадывался, кто мы такие и чем занимаемся. Правда, больше всего его все-таки интересовало золото, поэтому он не стал задавать лишних вопросов. По крайней мере, до последнего времени. Но теперь этот ублюдок зашел слишком далеко. Что он сделал? В последнее время дела у него идут не слишком хорошо. Слишком много должников. Но мало кто из них платит по счетам. Поэтому он решил, что было бы неплохо заработать деньги иным способом. Он поставил нам условие, что если мы не хотим, чтобы кто-то узнал о нас больше, нам придется раскошелиться. А если мы откажемся, он угрожает сдать нас лорду Андре и его ополчению. Так пошли кого-нибудь из своих ребят к Лемару, чтобы они разобрались с ним. Все не так просто. Одно только появление моих ребят рядом с домом Лемара вызовет его беспокойство, и он сразу же побежит к лорду Андре. Он не дурак и понимает, что мы наверняка попробуем поквитаться с ним. К тому же Лемар знает в лицо практически всех моих ребят. Ко всему прочему, недавно он еще и нанял себе телохранителя, представляешь? Лютер знает этого парня. Он отличный боец, и справиться с ним без лишнего шума будет крайне сложно. Да, похоже, Лемар все предусмотрел. Все, кроме одного. Что ты имеешь в виду? Тебя, естественно, этот болван даже не догадывается, что ты один из нас. Представляю, какое у него будет лицо, когда он узнает об этом. Не теряй времени, отправляйся к Лемару и позаботься о том, чтобы этот ублюдок больше никогда не смог угрожать нам. А что насчет телохранителя? Если понадобится, тебе придется позаботиться и о нем. Конечно, это будет совсем непросто, но другого выхода у нас нет. Хм, но вокруг его дома всегда полно народу. Если я кого-нибудь прикончу, меня тут же схватит ополчение. Постарайся застать ростовщика в таком месте, где было бы поменьше всяких зевак. Недавно я слышал, что Лемар частенько наведывается вечером в гавань и, видимо, выходит прогуляться и подышать свежим морским воздухом. Обычно в это время там практически никого нет. Когда будешь протыкать эту жирную свинью шпагой, передай ему привет от меня и моих ребят. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова